Регата в поддержку пленных, моряков и политзаключенных украинцев Кремля прошла в Киеве. Участники ветераны боевых действий на Донбассе. Подобные соревнования проводят уже третий год подряд. Подробнее расскажет Игорь Меделян. К набережной Днепра в Киеве на полном ходу идут яхты. На борту опытные капитаны, они возглавляют команды. Среди участников много ветеранов войны с Россией и волонтеров. Некоторые на борт заходят впервые. Соревнования открывают гимном, а потом минутой молчания по погибшим. Эта регата посвящена украинским морякам, незаконно захваченным россиянами в Азовском море. Каждой команде выдали флаги с фамилиями пленных. Всего их 24. Мы требуем незамедлительно освободить из плена всех украинских моряков, а также три украинских судна. Никополь, Бердянск, Буксир, Яны Капу. И требуем, чтобы освободили всех незаконно удерживаемых Кремлем украинцев. Очень важно, чтобы они услышали. Поэтому мы называем нашу регату «Паруса свободы и единства». После жеребьевки команды поднимаются на борт. Яхты отчаливают, но далеко не уходят. Их задача – выполнить минимальную программу. А именно – сделать несколько приемов маневрирования. Затем суда возвращаются назад. Я ему говорю, а он мне, я ему говорю, ты вот так, а он парус. Она мне говорит, слушай, иди якорь, натяни. Я говорю, кого натяни? Я говорю, какой якорь? Парус натягивать надо. Юрий – опытный мореплаватель и фронтовой волонтер. Известный многим бойцам, как Степаныч. В этот день он с командой медиков-добровольцев. Пацаны в плену мы здесь. Пацаны на фронте. Вчера там был. Сделал все для того, чтобы сегодня сюда приехать. Наш коллектив, наш, кто ребята смог, кто сейчас не на боевом дежурстве здесь. Надо делать чаще, больше, что можно еще придумать, правильней. Ребята там стоят для того, чтобы вот здесь была мирная жизнь. Самое главное, говорят участники регаты, чтобы их призывы к освобождению пленных услышали не только в Кремле, но и в российских СИЗО, чтобы украинские моряки узнали о том, что их поддерживают и ждут дома. Игорь Меделян, Вячеслав Смирнов, UATV.